Быть медиком – сложная задача. Надо быть готовым в любой момент, когда понадобится прийти на помощь людям. Утром 21 июня Светлана Зворыгина начала обычный прием здоровых детей в поликлинике на Октябрьском проспекте. А в это время в нескольких сотнях метрах от нее уже несся молодой мужчина на красный киа. Через несколько секунд он сбил женщину на пешеходном переходе. Услышали в коридоре какой-то шум, какое-то волнение. В кабинет кто-то из сотрудников или из очевидцев забежали, сказали, что на пешеходном переходе произошло ДТП. Есть, так сказать, пострадавший человек, требуется медицинская помощь. Ну и услышали фразу, что повреждение конечности, то есть ампутация ноги. В утро я обрабатывала кабинет, готовилась к приему пациентов. Вот забежала Светлана Григорьевна, она мне сказала, говорит, бери жгут, бери перчатки. Ну вот я взяла там все самое необходимое, да, что попалось под руку, что в принципе. И побежали. Когда уже увидели, то вот я руководствовалась назначением Светланы Григорьевны. Она мне говорила, что делать. Я выполняла. Как рассказали медики, время тянулось бесконечно, хотя реанимобиль приехал быстро, за 4 минуты. Уже потом, когда пострадавшую оперировали в нашей больнице, сотрудники скорой позвонили в поликлинику на Октябрьском и сказали, что врач и медсестра все сделали правильно. Четкая слаженность действий Светланы Зворыгиной и Елены Рябовой спасла жизнь пациентки. Хотя с оказанием первой помощи обеим приходилось сталкиваться только во время учебы. Одно дело, когда ты это на манекене, на своих, так сказать, друзьях по группе, да, пытаетесь там шину наложить или жгут, или что. А это реальная жизнь. Здесь, конечно, нужно быстро думать, быстро делать. Пациентке предстоит еще долгое лечение и реабилитация, но самое главное, она осталась жива. За помощь пострадавшей представители администрации города и больницы в торжественной обстановке вручили Светлане Зворыгиной и Елене Рябовой благодарственные письма. Я горд, что вы работаете и являетесь частью нашего коллектива. Я вам благодарен за ваш профессионализм, вашу так честную и грамотно сделанную работу. Спасибо вам огромное.